Федеральная резервная система США, как ожидается на этой неделе, продолжит сокращение программы по стимулированию экономики. Аналитики полагают, что по итогам своего двухдневного заседания ФРС в среду объявит об урезании объемов ежемесячно выкупаемых активов еще на 10 миллиардов, до 45 миллиардов долларов. В этом заявлении рынки попытаются услышать намек на сроки возможного начала повышения процентных ставок. Тем временем Банковский комитет Американского Сената одобрил кандидатуру бывшего руководителя Банка Израиля Стэнли Фишера на посты заместителя председателя ФРС. Его на эту должность выдвинул президент США Барак Обама. Комитет также поддержал кандидатуры Лейла Брейнарда и Джерома Пауэлла в качестве управляющих ФРС.